Дай воды напынься, ты ж так как хороша, дай пусть подливиться. Ты ж так как хороша, дай пусть подливиться. Вот так весело и музыкально программу соревнований открыл конкурс «Добро пожаловать к нам». Как же здорово подготовились семьи, демонстрируя свои таланты. В этом конкурсе они на импровизированном подворье в виде театрализованного представления рассказывали о семейных традициях, увлечениях, видеотдыхах. И все это с использованием песен, стихов и танцев. Демонстрировали предметы семейного рукоделия, презентовали традиционные для семьи блюда и закатки. Мы прошлись по подворьям и увидели на самом деле, чем живут семьи. Это на самом деле очень вкусные, интересные рецепты приготовления блюд национальных. Конечно же творчество, потому что каждые детки тоже волнуются, тоже готовились, рассказывали отличные стихи про страну, про семью. Было принято мной и моей семьей решение, что не нужно делать заранее каких-то, писать сценарий. Нужно просто показать свою душу, душу крестьянина, душу белорусского народа. Душу, которую не спрячешь. Не спрячешь и где-то за границей или нежели в другом каком-то городе. Все видят эту белорусскую душу, потому что мы все белорусы, мы славяне. Ну, по образу уже понятно, я бороду не так просто ношу, скажем так. Потому что я считаю, что славяне должны, мы славяне, мы все семья, мы все близкие. Неважно, кто с какого района здесь приехал, мы семья, это нас объединяет. Бесспорно, что семья – это источник любви и уважения, культуры и исторической преемственности поколений. Именно поэтому укрепление института семьи на государственном уровне имеет очень большое значение. На эти цели направлен ряд проектов, программ и акций, в их числе областной семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села-2022». Семьи, которые приехали в Хмелево лучше, ведь они талантливые и хорошие в своем деле, в ведении домашнего хозяйства. И даже на этот раз семья Капузы взяли с собой свою кормилицу. Подворье у семьи Капузы солидное, работают всей семьей, а результат на столе. Яичко, сальце, мяско и колбаска. Творог – все натуральное и ароматное. Трудятся себе на пользу, приговаривая. Глаза боятся, руки делают. Это те люди, которые сохраняют традиции, которые из поколения в поколение передают друг другу эти семейные традиции. Традиции человека-труженика, человека, который работает именно на земле. Очень важно, что такие конкурсы, как «Властелин села», проводятся в нашей республике. Сегодня по всей Беларуси они проводятся, проходят. И важно, что вот это историческое прошлое, вот эти традиции, которые в наш век, в век урбанизации, многие считают, что уходят уже те обычные будни труженика села, покос травы, колка дров, выпечка того же хлеба своими руками. Но вместе с тем уже несколько лет мы видим, что даже городская молодежь, они стремятся к этому, они стремятся возродить то старое, стремятся возродить те старые, давно забытые ремесла, которые передавались из поколения в поколение. Из поколения в поколение может передаваться что угодно, от каких-либо вещей вплоть до рецептов. Именно этому и был посвящен следующий этап конкурса «Хлеб всему голова». Были продемонстрированы домашние караваи и различная выпечка по бабушкиным рецептам. Ими не делятся, хранят в тайне. Годуем деток, сеем хлеб, суседи лепшие на свете, а вёска наша чамялы, одиная на всей планете. Я впервые на таком вот мероприятии, очень волнительно, ну конечно круто, классно, столько эмоций, впечатлений вообще, столько народного, вот всего традиции, прям вот я в восторге от праздника. Многое для себя почерпнула, многое заметила. Потому что я тоже работаю в культуре и близко имею к этому отношение. Спасибо большое организаторам этого мероприятия за этот праздник. Спасибо всем участникам, кто согласились, кто принимает участие, болельщикам и всем вот людям, кто здесь находится. Ажиотаж у зрителей вызвало самое вкусное задание – драники на колодзе. Супруги должны были сообща приготовить традиционное белорусское блюдо из картошки и оригинально его украсить. Причем у каждого члена семьи были свои обязанности. Пока жена чистила картошку, муж разжигал специальную деревянную колоду, а затем пёк на сковороде золотистые картофельные блинчики. Даже в этом конкурсе для хозяйственных и сплоченных семей не было никаких трудностей, ведь у каждой была большая и очень громкая группа поддержки. Капуза! 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 Ох уж эти талантливые семьи! За шесть часов они успели продемонстрировать мастерство и сноровку, ловкость и креатив, выполнение разнообразных заданий, от тенокошения до рубки бревен. А вот гости праздника смогли прочувствовать колорит малой родины участников конкурса, узнать про их семейные традиции, увлечение, оценить кулинарное мастерство. Проезжали мимо, случайно попали на это мероприятие. Очень приятно так, красиво проводится. Сами люди сделали, участвуют в таких конкурсах. Приятно посмотреть, да, хорошее развлечение. Рассказывать про самые достойные семьи, которыми невозможно не восхищаться, можно долго. Но пришло время итогов. Нелегко было жюри определить победителей. Все без исключения показали ловкость, упорство в достижении цели, трудолюбие, фантазию и творчество. Но судьи пришли к выводу, что лучшая среди всех семья Богуш из деревни Заречка Драгичинского района.